Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что там? Чехол? Вынужденная остановка. Какая красивая прям гора. Деревья величественные. Как я обожаю эти елки. Так, еще нам осталось где-то полчаса. Так аккуратно уложены эти... Как они называются-то? Чуки. Чуки. Все нога прям они так скручивают. Дорога красивая. Здоровье такое. Здесь уже лагерь, так скажем. Но мы еще не доехали. Еще нужно найти дорогу. Нам не именно сюда, не в это место. Так, здесь, не знаю, мотель, что ли. Вот, видите, все стоят. Вот кто на РВИ приехал. Палатки. И где-то вот вдоль этой реки будем скоро и мы располагаться. Здесь и дрова у них есть. Смотрите, все. Красота какая. Так, два часа, да, мы сюда едем. Ну, еще где-то минут двадцать. Горы, горы, горы. Смотрите, заехали мы. Ну, такое интересное это. Реструм. Че, Илюша, ноги отсидел, да? Короче, здесь вот идет река и везде люди там. Кемпинг. На лодках плавают. На различных таких надувных баллонах. Мы заблудились. Не обошлось без происшествия. Так, минут сорок. Че, нет? Не, мороженое не здесь. Еще ищем где-то станция мороженого, так сказать, хотим. Эта примета должна быть. Потому что в прошлый раз, когда... Так, куда идти вообще, слушайте? Прошлый раз, когда Виктор ездил с американцами. А, это такое просто, да, как этот? Вот. Смотрите, здесь фотографии. Короче, как все раньше здесь было. И когда он ездил с американцами, они где-то останавливались и кушали мороженое на Хакклберри. И потом ехали. И вот мы сейчас ехали всю дорогу, смеялись. Почему мы заблудились-то? Что мы не доехали до того места, не поели в Хакклберри. Поэтому Виктор не вспомнил, где это находится. Поездили сейчас по таким дорогам там, по пыльным. Ну, на минут сорок-сорок пять вот мы их потеряли. И сейчас вроде уже нашли правильный путь. Доедем. Так, вот видите, водичка есть, если вдруг захотелось. Ага, захотелось, водички-то нету. Водички нету, только хотела показать этот комфорт. Главное есть другое. Ну, машинка классная. Прибаулки, вот они, вот они эти места. Вот посмотришь, видишь камень? Да, вот там вот встаешь. Красота. Это свет еще не красота. Еще не доехали? Нет. Ладно, будем дальше снимать. Смотри, поезд как это, помнишь, на Аляске? Подожди, не снимай. Excuse me. Есть. Так, вот такой вот домик. Авери называется. Это место. Ой, смотрите, кстати, это знак. Висел, представляете, что эти медведи активны. Я боюсь. Вообще, нужно еду убирать. Они там на запахи могут прийти. Ой, такая собака гуляет сама. Это, наверное, хозяина, да? Сейчас мороженое купим. Мороженое какое огромное. Пять долларов стоит. И вот Мишка, про которого я говорила. Классно, погода такая классная. Ветерок. Я думала, все жарко будет. Ну, так хорошо. Вот так я одета, в принципе, нормально. Ну, ночью будет холодно. Вот, смотрите, тут у них какая веранда. Красота. Река. Сейчас как раз мороженое поедим. Мозги наши кладятся. И найдем путь. И уже нашли. Ко мне возвращается сознание. Я рассказала эту легенду, но не знаю, это записывалось или нет. Как красиво. Красиво, но смотреть туда страшно. Смотрите, какая красота вокруг. Мы в поисках кемпинга. Представляете, все места заняты. Вот так подъезжаешь. И все-все полное. Палатки, орвишки стоят. Здесь остановились. Сейчас узнаем, есть-нет места. Что, все? Да, занято. Ну, а вот тут, допустим, мы же палатку можем поставить. Смотрите, или что. Вроде и без людей совсем не хочется. Одним страшно, мне страшно. Вот, да, смотрите. Вот так раз располагается. Тут костер жгли, но сейчас предупреждение, что нельзя жечь. Вот тоже палатка. Ну, что-то людей нету, да, никого? Они ушли, наверное. Ну, а что, мы же можем тут встать? Мы же тут можем? Не знаю, но как ты считаешь. Ну, надо, конечно, но ночевать. Переночевать, да? Ой, природа, конечно, шикарная. Красота. Слышите, какая тишина. Только звук реки. И где-то иногда птички поют. Наконец-то, наконец-то мы разбили наш лагерь. Вот так у нас всё это выглядит. Так, не снимала последние несколько часов. Вначале немножко снимала, снимала поездку. И потом, знаете, наша поездка, которая должна была занять 3 часа, она у нас продлилась 5 часов. Немножко дорогу там Виктор забыл, и мы ездили. И ездили, там приходилось возвращаться, опять ехали, опять возвращались. Знаете, вот так вот. И потом мы, когда приехали в этот лагерь, куда именно планировали ехать, это штат Айдаха, да, Сан-Джо называется, и там всё занято. Ну, там, конечно, так красиво. Такой парк среди деревьев. Даже я забыла камеру там достать. Мы проехались по нему, и везде всё занято. И вот, знаете, ездили вот так вдоль дороги. Вот это идёт дорога, река. И вот вдоль реки едешь и едешь. Тут часами можно ехать. И везде вот такие вот закутки. Где-то под деревьями, где-то открыто, как у нас. И везде палатки, люди. Там по парочку, тройку машин стоит. В одно место подъехали. И, конечно, мы могли, в принципе, были там расположиться. Но там стали спрашивать. И женщина стала говорить, сейчас ещё. Тут люди подъедут. И чуть ли со слезами на глазах, что, типа, тут не вставайте. Вообще, я в шоке была. Думаю, вот это да. Там, в принципе, видите, здесь ты без разницы. Здесь никто не резервирует. Здесь ты не платишь. И подъезжаешь. И, пожалуйста, вставай. И там было место, в принципе, нам встать. Там под деревьями было очень хорошо. Но как-то вот мы так не это... Так скажем, с ней не сошлись. Решили уехать. Уехали дальше. Потом вот назад возвращались. Но вот нашли такое место. Вот так. Дикая природа, так скажем, да? Природа дикая, зато везде люди. Вот я вам немножко хочу показать, как это выглядит. Смотрите, здесь такие места. Где костры разводят. Вот это второе место. И там еще дальше третье. Кстати, вот недавно, я так думаю, здесь горел костер. Но нельзя, нельзя. Сейчас случаи возгорания. Стол взяли. Стулья. Так, еда тут у нас кое-какая. Салатик уже приехали, мужики покушали. Так, тарелочки, вилочки. Гамбургеры будут вечером жарить. Ой, кетчуп надо в холодильник убрать. Так, у меня тут сухофрукты. Халву купила в русском магазине. Сын просил. Так, говорит, давно не ел халвы. Вспомнил. Так, ну тут посуда, кастрюлька. Там у нас это... Чтобы воду, знаете, кипятить. Чтобы пожарить эти котлеты. Вот такую вот штуку купили. Вот баллончик. Пропейн. Так, вроде проверил Виктор. Все работает. Так, чай у меня зеленый. Сейчас чай буду пить. Так, ну это вот где у них эти лежат удочки. Трубочки, хотела сказать. И две палатки у нас. Купили вот такую палатку. Интересно, пишут на четырех человек. Представляете, здесь только двое поместится. Четыре нет. Не знаю, почему на коробке написано четыре. Так, ну пока все вот так вот лежит. Так, вот холодильник наш. Смотрите. Там льдом все засыпано. И там у нас еще тоже всякие роллы. Там у меня абрикосики, огурчики. И там у нас готовые тоже вот такие пакеты. Там и курица, и салат. Ну вот такое вот все. Так, что-то оно не закрывается. Нужно что-то сверху так поставить, положить. Чтобы лед не растаял. Потому что нам тут до завтрашнего дня. Но сейчас уже через пару часиков солнце зайдет. Уже, конечно, будет прохладненько. Так, давайте заглянем в палатки. Что у нас? Ой, здесь такие эти кусучие. Я не знаю, оводы или как их называют. Знаете, вот эти такие мухи крупные. Какие-то всякие полосатые, желтые. Так, а где эти штуки? А, я убрала. Сейчас я вам покажу. Так, ну вроде классная такая штучка, знаете. Так, давайте камеру поставим. Вот такая вот штука. Это против насекомых. Мы подъехали, я сразу побрызгалась. Потому что на меня сразу напали. И ничего, сейчас нормально хожу. И вот такую вот штуку взяли. Вот у нас, видите, 70. Вот это от солнца. Вода. Протекшн. Короче, чтобы не сгореть. Ну хорошо вот это работает. Мне понравилось. Так, тут рюкзачок. Вот этот рюкзак можно туда прям вовнутрь. Там специальный такой мешок пластиковый. Воду наливаешь. Такая вот лампа у нас. Ночью будем светить. Так. Ладно. Не знаю, как она там включается. И давайте заглянем в нашу палатку. Такой матрас надувной. Таких две подушечки я взяла. Так, нужно закрывать, чтобы не позаползали. Неползали, не позабегали тут всякие эти чудо-юды. Чудо-юда-рыбокит. Так. А это что? Тут что-то как розеточка нарисована. Так. Не знаю. Вот тут, смотрите, такое место прикольное они сделали. Тоже на замочке залазишь в палатку, а сюда обувь убираешь. Обувь раз застегнул, да. Так. Ну вот, как-то так у нас все выглядит. Конечно, когда всегда едешь, представляешь по-другому. Но если бы мы остановились в том парке, да, в том парке было бы все по-другому. Здесь вот так вот только. Только у дороги можно. И вот такие небольшие закутки. Это Илюшкина палатка. Так. Ну, у Илюши вот такой вот мат, на котором он будет спать, чтобы как раз ему от земли... Вот, видите, вот они лазают, всякие насекомые тут. И там вот такое вот одеяло. Так, надо тоже все закрывать, закрывать. Так, вот эта елка здесь огромная. Хорошо, хоть елка есть. Так. А мужики мои поехали. О, кстати, машина едет. Не знаю, вот эта дорога куда-то ведет. Может быть, там какой-то населенный пункт есть. Потому что мы, когда подъехали, здесь люди были с собаками. И они, когда уезжали, тоже это в ту сторону поехали. Ой, так их тут сразу две. Да, сразу два дерева. Интересно. И так получается, как будто это одно такое огромное дерево. Хорошо, солнце зашло. Сейчас тучи. Вот такое вот у нас путешествие. Вместо трех часов, пять часов. Мы, знаете, уже могли бы до Сиэтла доехать. А я еще говорю, это, говорю, тут три часа, и мы уже были бы в Йеллоустон. Так, вот еще один костер разжигали. Так, вот тут очень красиво. Пойдемте к водичке спустимся. Так, а мои, они, почему приехали именно на эту реку? Потому что они любят флайфишинг делать. Это очень распространен этот вид рыбалки в Америке. Американцы в основном рыбачат там. Наших, наверное, не так много этим занимаются. Ну, потому что, видите, флайфишинг нужно ловить, отпускать рыбу. Да, там только какую-то определенную можно, но американцы этого не делают. В основном все ее отпускают, так как бы русские любят уже, если рыбалка, то должна быть рыбалка, да, чтобы рыбку вытащить. Водичка чистейшая, ой, холодная, вообще ледяная. Ну да, горная вот такая вот река. И они вот вдоль реки ходят, у них специальные там сапоги и ловят эту рыбу. Но они, говорят, здесь вроде не очень удобно ходить, решили вот так немножко туда отъехать. Вот они где-то за тем поворотом. Надеюсь, что они дальше не уехали. Потому что одна, что-то... Вода ледяная. Ой, слушайте, не знаю, с этой камерой уже два раза одно и то же снимала. Она что-то отключается, поэтому не знаю, что я вам там наснимала, что не наснимала. Очень жаль, делала такой обзор нашего лагеря. Так, с этими камерами вечно намучаешься. Не знаешь, на что снимать. Надо было, наверное, на телефон. Так, пока снимает. Так, вот так у нас здесь всё выглядит, да, если вдруг у меня запись не получилась. Но уже даже у меня нет желания повторно всё рассказывать. Единственное, я хочу вот сюда перейти. Просто глянуть, что тут. Вот эта дорога, да, вдоль реки. И вот такая идёт туда, вглубь прям леса. Смотрите. Ой, природа обалденная, конечно. Ну, воздух, знаете, как бы не чувствуется сейчас такой свежести, потому что, ну, жарковато. Сейчас, может быть, температура спадёт и сразу почувствуется свежесть. Ну, мох, вот видите, мох на дереве. Это означает, что здесь очень хороший это воздух, чистый. Вау! Красота, конечно, представляете? Да, вот я вам снимаю, а я-то здесь одна. Что-то мне от одной мысли аж это... Как подумаю, жутко становится, что я здесь одна. Пойду-ка я назад. Так, хоть бы какие-нибудь здесь кусты с ягодой были. Не, ничего нет такого съедобного, знаете. Хоть бы ежевика, да, какая росла. Пособирала бы. Не, вообще непонятно, что там... Чё тут за эти кусты? Какая-то тут... Трава-мурава. Вот такая вот ягода. Неизвестной породы. Сижу, полчаса снимаю. Я не буду говорить, полчаса, вернее, смотреть. Я же не могу. Не, ну, теперь она... Всё, вот я снимаю, через 20 минут я смотрю, у меня тут всё выключено. Видите, товарищи, как эта женщина спорит со мной? Она постоянно со мной спорит. Это она в камере у вас там, милая. Да-да-да. Да-да-да, вот такая вот она на самом деле. Вот дома я проверю. Красивое, но вредное. Так, интересная штука. Это первый раз, да, такой пользуемся? Угу. Что, три поместятся? Я думаю, поместятся. Сковородочку захватили. Из дома. Всё, что хочешь, да. Кастрюлька там есть для нагревания воды. Ух ты. Так, а лопатка тоже есть. Да, давай. Где она? Там. А это? Наливать есть? Вот лопатка есть. Наливать чё? Чё? Вот у тебя вопрос. Чё наливать? Ну, стыдно, а? Что? Надо говорить, что, а не чё. Мы находимся в штате Idaho, и мы на реке под названием Сан-Джо Ривер. Сан-Джо, река Сан-Джо. Это мой сын Илюша постигает красоты рыбалки на хлыст, по-моему, это называется. Красивейшее место. Сейчас около 8-9 утра. Ой, я только что видел райзинг вон там. Рыба ещё не активная. А уже, честно, я уже утром сегодня поймал три штуки. Они ещё спали. Я пошёл не на сухую муху, а на влажную муху, которая под водой. Вот. Три красивеньких, маленьких рыбки поймал. Сейчас вот солнце вышло. Чё, был? Молодец. Вот. Ну, вот такая вот интересная здесь у нас рыбалка. Покинули мы наш лагерь. Вот отъехали буквально пару минут. Здесь решили остановиться. Но здесь вчера люди были, а здесь такое классное место. Они тоже здесь. Видите, как у них костёр был. Вот здесь лагерь. Да, классно, потому что здесь тень. И вот можно спуститься к реке. Сейчас попробую. Конечно, тут такая пыль, грязь. Я, конечно, не очень, да, такое люблю. Наверное, как и любая женщина, да. Интересно, конечно. Классное путешествие. В принципе, мне всё понравилось. Нужно иногда и такой экстрим, так скажем. Женский экстрим. Но машина вся грязная. Я, знаете, сразу о своих проблемах, думаю, женских, да. Вся в пыли, вся в грязи. Я её только помыла. В принципе, должна быть мужская и женская машина для всяких дел. Но моя, она чуть побольше. Туда больше вещей влазит. Вмещается. Поэтому на Хонде поехали. И не люблю я такое. Пыль, грязь. Опять всё мыть, вымывать. И так дел других полно. Ну. Муж обещал помыть. Ловлю на слове. Так, Илюша здесь. Отец куда ушёл, Илюша? В какую сторону? Здесь так интересно. Как-то не слышно. Обычно, когда вот на реке, да, или на озере где-то так вдаль слышно голос. А здесь нет. Как-то глухой такой звук. И не слышно, когда вдаль вот так вот говоришь, кричишь. Смотрите, водичка какая прозрачная. Ну всё, уже направляемся домой. Ура! Ну правда, до дому ещё будем ехать. Часов пять. Тут увидела, смотрите. Кладбище каких-то. Ой, не знаю, кто это такие. Какие-то речные креветки. Я думала, они живые. Вот смотрите, на каждом камне. А они, короче, как высохли. Или наоборот замёрзли. Вау. Вау. Вон, везде, везде на камнях. Мамма миа. Санта-Мария. Ну вот это классная штука. Знаете, чем мы брызгаемся. Вообще не кусают. То они сразу налетают. Всякие какие-то оводы. Там насекомые, мухи. Не пойми какие. Такие жучки, паучки. Как мы побрызгались. Всё, они нас облетают. Как классно. Молодец, кто это придумал. Вторая остановка по пути. Короче, мы 2-3 минуты отъезжаем, и они останавливаются. Смотрите, какое здесь место. Вот это да. Да, если бы мы знали. Но, может быть, вчера тоже здесь были люди. Потому что мы ехали, смотрели, везде, везде стояли. Ух ты, вообще. Видите, я же снимаю. Я простой человек, как и вы. И разговариваю так же, как мы все и разговариваем. А то мне постоянно пишут, что вот не говори там, чё. Ух ты, вообще. Вот так, вот так. Вот из этого состоит наша речь. Я не диктор первого канала, так что извиняйте. Ну, же наоборот, даже интересно, когда каждый человек, да, как говорит с каким-то своим говором. А то уже пишут что-то, кто как меня называют. Ой, смотрите, какой пень. И даже пень в осенний день. А что-то здесь прям зола, что ли, они жгли. Они тут что-то жгли. Вау. Вот это да. Ехал! Ну, там возле речки вроде как слышится, да, такое это. А все равно так интересно, такой глухой звук. Да, вот здесь, ой, вот здесь бы классно. Вот тут бы я бы хотела, если бы у нас тут был лагерь. Класс. Так уютненько здесь. Ну, машина наверху остается. Сюда все спустил. Еще бы, если бы ягода, да, была здесь. А вот, кстати, опять вот это. Я не знаю, то ли это малина, но вроде на ежевику не похоже. Я думала, ежевика. Какая-то дикая малина, что ли. У нее такие крупные листья. И вон, видите, вон там ягодки. Ой, какие елки огромные. Вообще не знаю, сколько им тут, сто лет. Так интересно, да, вот это среди гор, ну, среди ущелья идет вот река. И вдоль реки дорога. Вот, представляете, когда-то строили, да, в Америке эту дорогу, как это все рубилось, как это все. Вот там, где мы останавливались, на такая панорама, я там быстро пробежала, а сын смотрел. И там вот эти фотографии были, как все это строилось, как деревья вот эти кидали прям в реку. И они вот так по реке плыли, да, как это раньше-то было. Не было такой прям техники. Да, работа, конечно, огромная проделана с такими дорогами. И вот так интересно, вот такие места, видите, везде есть вдоль дороги, да, как бы, как можно подъехать, машину поставить. Тоже же специально все это делалось, чтобы подъехать, чтобы не просто ты на обочине выскочил, потому что на обочине там нигде не остановиться. Какой у них классный здесь был мангал, да, тоже жгли. Ну да, здесь вот видите, зелень такая нету, прям сухой зелени, все зеленое. Оно не, это не загорится. И ночью, конечно, здесь тяжко без костра. Да, холодно, темно, поэтому главное затушить. Мы вчера все затушили, когда спать легли. Ох, ничего себе деревце, да, как оно это, корень упал, что ли, выкорчевался. И еще надо же, кто-то тут его пилил, расчищал. Чего только нет. Такая растительность, насекомые всякие. Ягода-малина нас к себе манила. Ягода-малина летом в гости звала. Ой, как я любила раньше эту песню. Это Валентина Левкоступова, да, пела ее в детстве, не знаю почему. Смотрите, подорожник я тут обнаружила. Подорожник-трава. Да-да-да-да-да-да. Я уже не помню. Подорожник редко встретишь. Ну, вот в таких диких местах, видите, все можно найти. Такая тропинка, но уже она заканчивается вдоль реки. Они вон пошли уже на ту сторону. Ой, слушайте, балдею от этого места, да. Если бы мы знали. Но, видите, вот сегодня воскресенье. Мы будем ехать и везде останавливаться. Везде пусто уже, людей нет. Потому что сегодня уже все поехали домой. А вчера, суббота, все вот эти кемпинги, они все были заняты. Ой, жалко, да. Сейчас, конечно, где хочешь оставайся. Но нужно или в пятницу ехать, допустим. Смотрите, какая красота. Ах, природа, природа, природа. Все, моя тропинка закончилась. Идти больше некуда. Какие-то папоротники интересные. Ух ты, такие красивые. Я бы даже себе такой посадила бы в огородец. Зря время не теряю. Хожу здесь вдоль реки. Слушайте, такие классные. Так мне нравится. Вот такая обувь, да, сейчас делают. Ни ботаса, ни сланца. Вот именно вот такие вот сандалии. Они такие удобные. Вот так классно для таких дел. Так, поближе покажу. Тут у нас на липучечке. Классненькие такие. И так удобно. Ой, что, какая-то аллергия. Аллергия, что ли, начинается. А может и простыла ночью. Ш холодно было. Так, что вот переживания женские, да. Что простынешь. Заболеешь. Спину продует. И так далее вообще. Так. Вот. Пока хожу. Пока не там. Знаете, шаги же нужно наматывать. Чтобы не на месте стоять. А вот. Походу. Делать упражнения. Думала вообще, знаете, на природе. Там этот взяла мат специальный. Заниматься буду. Упражнения свои. Растяжку делать. Ага. Какой там. Что-то на природе вот так не получается. Ничего. Сидишь просто. Или лежишь. Или ходишь. Уже там не до упражнений. Ой, красота. Еще мы все на том же самом месте. Вон они там вдалеке. Не прошло и пяти минут. Третья остановка. Смотрите, такая красивая гора. Короче, здесь сейчас я увидела. Бегают какие-то маленькие. Даже не знаю. Это дети. То ли белочка. Ну так, издалека видела. То ли тушканчик. Маленький-маленький побежал. Вон они куда спустились. Вот на таких вот машинах. Тоже классно. На трак домик поставил. Вот этот. И поехал путешествовать. Все уже в ту сторону едут. Уже все домой возвращаются. Тут тоже вроде так неплохо. Но, конечно, вот это предыдущее место. Это, мне кажется, это одно из самых лучших. А? Спуститься? Ой, красота. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Кто-то тут забыл. Этот свой. Да ну я тут сейчас буду вся грязная. Так. Может быть, попробую спуститься. Ну а что, я же скалолазка моя, скалолазочка. Что-то меня сегодня на эти, слушайте, на песни потянуло. Так прям это завидую тем, кто поет, кто умеет петь. Слух есть. Это в том числе мой папа. Мне что-то слух не передался. Вообще не бум-бум. Хотела когда-то музыкальную школу поступить. Так меня эта женщина отправила. Говорит, у тебя слуха нет. Там же, помните, нужно что-то было постучать. Вот этот звук правильно повторить. Еще что-то нужно было. Я уже не помню, сколько мне было лет. Двенадцать. Короче, она мне всю охоту отбила на всю жизнь. К музыке. Так, и здесь тоже. Вот смотрите, везде, да, вот эти вот костры. Не, ну тут тоже, да, ничего такое место. Ну, ой, смотрите, какая красота вообще. Обалдеть, скалы какие. Вау. Хоть память будет, поснимаю. А то неизвестно, сюда приедем, нет. Сан-Джо называется это место. Это нужно заснять. Смотрите, как сделали интересно. Вот здесь был пень, да, ну дерево росло. Вот так вот они обложили камнями. И вот это тут, ну, веточек накидали и жгли. Эм-а. Эм-а-теф. Вот Эм-а оставила свою подпись. И золотинку тоже. Да. Класс. И у воды здесь ничего не загорится. Как можно и на удочку попасться. Вау. Вау, сейчас я точно поймаюсь на нее. Все, уже, наверное, буду на это на GoPro заканчивать снимать. Уже и так у меня получится слишком это длинное видео. Что, получились фотки? Да. Красота какая вообще. Все, ну вот и все. Так, еще будем ехать по пути, останавливаться. На телефон поснимаю. Красоты. И бай-бай. Кюшу. Неб shark. Сévjon. Alice. Сשה бы и пьи. Да. О, бай-пай.